Приветствую вас, поскольку мало вы дали информации для нас, то рекомендации, которые будут лично от меня, они нужны достаточно общий характер, и если какие-то из них покажутся вам, ну, например, недостаточно конкретными, недостаточно оценивающими, недостаточно полно рассматривающими ваши ситуации, то прошу меня сразу за это простить, потому что я старался помочь вам из того, что есть. Значит, смотрите, если у мужчины, если у него, вообще говоря, нет, не было за ним, не замечалось за ним раньше, никаких аспектов, связанных с изменой вам, то при наличии гармонии во всех отношениях, при отсутствии проблем определенного рода, вам имеется смысл мужчине на один раз поверить. Если же ваш муж был ранее, ну, скажем так, замечен, уличен в каких-то излишних связях с женщинами, например, или если вы знаете, что он может как-то заигрывать с другими, то в таком случае основания верят ему у вас нет. То есть, как вы, наверное, поняли или догадались, я надеюсь, ответ на ваш вопрос, он проистекает из личности мужчины. То есть, если мужчина осознанный, серьезный, уважает вас, ценит, любит, не изменяет, не было никогда за ним замечено никакого-то поведения, ну, неприемлемого для вас, то в таком случае поверить ему можно. Если, если такое поведение было, и мужчина был замечен как раз в не очень хорошем свете, если мужчина мог спрестовать с женщинами, и если мужчина ранее мог с ними как-то заигрывать, а также, если у вас есть проблемы в наличии, ну, то есть, знаете, может быть, ссортисты, или как-то еще имеете определенные проблемы, то в таком случае, конечно же, верить ему не стоит. И в случае, если вы ему не верите, то перед вами встает такой выбор. Что делать? Значит, в первом случае, в случае, если вы нацелены на то, чтобы семью с вашим мужчиной сохранить, сохранить, вы пытаетесь выяснить причины, по которым мужчина, ну, вообще-то говоря, значит, позволил этой женщине поставить ему засос. То есть, вообще говоря, как так получилось, что мужчине поставили засос? Чем это было обусловлено? Вот, в принципе, главное, что вам нужно в данном случае выяснить. Почему это так важно, я надеюсь, пояснять не нужно. Потому что, если у мужчины не все хорошо по отношению к вам, если у мужчины не все гладко по отношению к вам, то тогда, простите, у него есть потребность в том, чтобы эти васосы, которые он получает, ну, чтобы они вновь и вновь у него появлялись. При данном случае подобное поведение есть только начало. И вам нужно выяснить причину этого, причину тому, почему это произошло, выяснить все обстоятельства, и если какие-то обстоятельства вас, условно говоря, не устраивают, то тогда об этом нужно разговаривать. Об этом нужно разговаривать и выяснять все возможные недовольства вашего мужа для того, чтобы, ну, вообще говоря, удовлетворить его возможные запросы, его возможные потребности, о которых вы можете не знать, о которых вы можете не подозревать, но они у мужчины есть, и именно по этой причине человек и оказаться в такой ситуации. Если вы не населены на то, чтобы как-либо отношения поддерживать, отношения улучшать, это ваше желание, и никто не сможет вам в этом желании отказывать. За отсутствие его также никто не имеет никакого основания вас обсуждать, потому что это ваше право. Но, если у вас этого желания нет, то единственное, что можно сделать в данной ситуации, это уйти от мужчины, то есть сказать ему, что подобное поведение терпеть вы не намерены, и не допустите того, чтобы мужчина с вами так поступал. То есть вам, как женщине, такое отношение к себе, да, такое поведение не приемлемо. И, в принципе, наверное, на этом можно закончить свой ответ. Потому что очень многое, я бы даже сказал, принципиально многое, зависит от того, как вы относитесь к самому факту, к самому факту того, что у мужчины появился засос от другой женщины. Значит, я думаю, что без выяснения обстоятельств данного происшествия не получится принять какое-то взвешенное решение относительно этой ситуации. И почему? Потому что, условно говоря, условно говоря, испортить отношения, которые у вас есть с мужчиной, ну, достаточно легко. А вот восстановить, сохранить или приумножить, что сказать, гораздо тяжелее. И чтобы не совершить ошибку, чтобы не наломать дров, о чем вы будете потом жалеть впоследствии, нужное решение принимать очень-очень взвешено. А пока то, что вы описали, это всего лишь верхушка Айнберга ваших проблем. И чтобы понять все, всю суть, нужно разбираться все-таки гораздо, ну, гораздо подробнее, гораздо превентивнее, если можно так выразиться. Но именно ответ на ваш вопрос, я надеюсь, я вам дал. И если остались какие-то дополнительные у вас уточнения, то обращайтесь в личку, помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего доброго и удачи. Спасибо.